Вопрос еще, как ты назвала это, то, что я назвала закупоркой, которая это шла, как это по-русски называется? Тромб. А, тромб, да. В отношении тромба. Можете дать какой-нибудь конкретный совет именно на данный момент по поводу вот этой вот темы при голодании, при экономии? Ну, во-первых, когда просыпаетесь, нужно очень-очень сильно потянуться, как в детстве, чтобы аж искры из глаз, как говорится, посыпались. И так три раза. Ну, конечно. Когда мы подтягиваемся, у нас все венки, все капиллярчики, все сухожилия растягиваются, а потом обратно свою естественную форму принимают. И за счет этого у нас запускается лимфатическая система, и кровь у нас немножечко разжижается и начинает циркулировать быстрее. И после этого нужно будет минутки две походить на пяточках. Когда мы ходим на пяточках, то, во-первых, чтобы не упасть, наше тело максимально сконцентрированное. И во-вторых, когда мы ходим на пяточках, у нас получается естественная вибрация по всему телу. И за счет этого наши органы все встают на место, которые опустились с возрастом либо по ряду других причин. И за счет того, что органы встают на свое место, то тогда уже пережимов в венках нет. И тромбы не образовываются. Окей, and because the organs get back to their natural places, nothing causes, nothing presses against the vein. And there are no clots. Эти вот два самых обычных упражнения. Но очень действительные и полезные. Но они очень эффективно, очень эффективно, очень эффективно. И так. May I ask something? Can you hear me? Yeah, yeah. Hi. Would yoga or any kind of stretching help also? I mean, it seems to me that Svitlana is talking about stretching and moving your body. So the lymph and blood circulation is regulated and improved. Does it make sense? No, no. Она спрашивает, допустим, упражнения йоги тоже могут помочь в этом случае, потому что Lymph and blood circulation, right? Лимфатически и кровь регулируется, и лимф регулируется. Йогой, обычной растяжки или заниматься тоже можно, правильно? Я поняла. Тоже можно, да, просто я йогой не занимаюсь, но ходьба на пяточках, она ничем не заменится, даже не планкой, не какими-то вибрационными иными упражнениями. Это иное упражнение, которое пяточки, они дают именно ту плотность, ту подушечку, которая рассчитана только на наш вес. Okay, so she says, yes, yoga might help. She says, I'm not doing yoga myself, but it might help. But this exercise of walking on the heels, nothing can replace it because it creates those vibrations that are specifically matched with our weight. So, no other kind of exercises might replace it. Walking in the heels, walking with your heels. No, on your heels. On your heels. Yes. And there's another question here. Are there specific stretches to be done? Would she show examples? Okay. Stretches for what? You mean, on the autonomous lifestyle or for what? Just from what she has been talking about, stretching like that and all that. Are there specific ones? Okay. Значит, человек еще спрашивает, есть ли еще какие-нибудь растяжки, которые ты могла порекомендовать в общем, то есть, в общем для жизни, то есть, нет никаких проблем. Арик, it's just corrected for blood clot prevention, for blood clot prevention. А, okay, okay. Нет, нет, значит, вопрос заключается в том, есть ли еще какие-нибудь растяжки для того, чтобы предотвратить тромбы? Ну, их очень много и я их даю на марафоне, потому что, если мы сейчас на них будем сейчас их показывать, то это будет очень долго, а у меня, к сожалению, через пять минут начинается марафон. Да, 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 я считала с вами. Yeah, okay, so she says that, yeah, there are lots of stretches like that and I give them throughout my retreat, but it would take us a long, long time if we talked about them now, but in my case, in five minutes I have a marathon, I'm leading the group.